всем привет с вами сергей проект по эта рубрика книжные покупки надеюсь сегодня пятница или хотя бы я успел смонтировать этот ролик все-таки выходит в пятницу давайте смотреть какие книги себе приобрел тут не только книги тут будут и комиксы переходим к делу и так начну я с журнала мир фантастика как вы знаете я люблю снимать листалку продолжаю покупать и вот вышел уже 226 номер это за сентябрь 2022 года собственно постараюсь сразу же после этого ролика снять еще ли стал внутрь я не заглядывал только снял целлофанчик который был завернут как мы видим красивое изображение ну собственно канал давно смотрите знаете листалки мне выходит стабильно двигаемся дальше а это комикс комикс из вселенной звездных войн если вы помните в прошлые покупки вам показывал там было про дарта вейдера там короткие истории кстати мне комикс понравился и вот теперь в таком же формате еще выходит становление кайло рена ну не все аж слава дарту вейдеру тут немножко по разбираемся что кайло рен наделал почему он таким вот стал что-то как рассказать рисунок с этим не очень нравится классники будем разбираться читать опять же если нужен отзыв на такие комиксы мелкие можно смело писать в комментариях но вы сами прекрасно про это знаете ну а дальше дальше вот такой тут небольшой приятный сюрприз для меня оказался что я себе купил я себе купил вот такие комиксы это в мягком переплетесь вы знаете не интересен персонаж конан конан варвар и есть вот такой вот издание называется конан варвар путеводитель по миру хайбарийской эры и здесь внутри просто показаны какие-то ключевые персонажи помните вам как раз рассказал как из королевы например черного побережья он столкнулся где происходит вместо 10 то есть берется например там афгулистан и вот что как там происходило то есть такое как бы мини энциклопедия ну собственно путеводителя он не зря так называется немного страниц изображение и коротко подробности мне как скупающему всего поддерживающий кона варвара издание это было интересно вот собственно я поэтому докупил например пропущены я был я кон варвар башня слона пропустил когда он вышел сейчас я это исправил докупил и собственно сейчас прочитаю опять же для кого-то покажется что очень простой такой рисунок но мне как-то все равно интересно персонаж который побеждает персонаж который выходит из любых передрах победителем настоящий мужчина на очень мощно брутально красавицы тому всегда ждут он их спасает но еще есть такой необычный такой он варвар 2099 таки как я понимаю эксперимент непонятно что тут обыграется и как это будет но опять же выходит в этой вселенной до прокона на поэтому заинтересовался но вот даже не глядя что там же сюжет будет и так далее и вот за того что покупал несколько комиксов про кона на мне продавец вот порадовал и подарил вот такой комикс отдельно называется конан легенда день бесплатных комиксов необычный такой комикс интересный и я его прочитал очень такой короткий интересно когда нашли какую-то гробницу персонажей там памятник стоял кона ну и они вот зачитали что это такое что-то написано давай мне расшифровывать и помощник начал расшифровывать говорит что вот был какой-то воин который побеждал он был убийцей разбойник там и был страстей велики вам что видите девушку девушки вокруг него убивались и и он там свергал всех и так далее такая интересная зарисовочка приятно такой бонус еще и бесплатно досталось большое спасибо продавцу поэтому старайтесь поддерживать тех кто официально вот контактирует создателями так далее мелкие комикс магазины тогда у них есть приятные бонусы плюсы я вот сейчас тоже покупаю в комикс-шопе двигаемся дальше теперь уже не пугайтесь перейдем немножко про книги пройдемся у меня тут все перемешано издательство не сильно я подготовился к видео просто забрасываю покупки и вот поднес камере как буду вам рассказывать и так вселенной звездных войн как вы знаете фан-зон издает есть еще автор мэтью стовер шикарный томик вспомните который вышел не по вселенной звездных войн а у издательства азбука да а тут вот мы тестовер в этой вселенной написал роман люк скайуокер и тени миндора да и недавно снимал отзывы на нет несколько книг по звездным воином ждите на следующей неделе как раз таки по выходят эти ролики и я там сетала то что блин ну может уже хватит вейдера хватит уже скайуокера но все равно продолжает это пользуется популярностью эти книги на эту тему выходят и вот теперь тут люк скайуокер будет разбираться с персонажем как тут подсказано что император дарт вейдер мертвые империи растоптана альянсом повстанцев родилась новая республика но битва продолжается и вот здесь опять какие-то внеустойчивые системе появились какие-то бывшие повстанцы готовятся дать империи решительный бой потому что появился какой-то враг который терроризирует всю галактику и надо ему противостоять смотреть что там за враги еще с войны клонов которые сохранились так далее ну почитать мне один из подписчиков например очень писал там под старым даже роликом под каким-то вот внезапно написал прочтите обязательно новый этот томик он очень классно крутой ну посмотрим насколько он шикарен дальше дальше издательство аисты и остея вот такую книгу приобрел называется на емс викинг необычно такое название да и автор бьер андреас был хансен и это про 1993 год и на глазах юного торсона убивают его отца он попадает в рабство но дальше начинается путь становление да это будущий воин вот он оказывается в гуще исторических событий ведь власть норвежских землях постепенно захватывает новый конунг огнем и мечом насаждающий христианскую веру непредсказуемый опасном мире севера 20 21 веков ничто не вечно и смерть может поджидать везде и перья бессильны даже самый бесстрашный викинг крупный шрифт страниц тут приличное количество семьсот шестьдесят я вижу но тема викингов опять же что-то перекликается еще вот кону как я представляю тебя брутальных мужиков которые прорываются несмотря на что поэтому вот заинтересовался этой тематикой и хочу еще почитать такой роман чем-то мне понравился что зацепил что-то брутальное да будем читать переключусь еще от издательства ст на серию в которой как ни странно практически все мной и куплено эта серия вселенной стивен кинга вот такое у нее оформление тут действительно классный подбор авторов практически все для меня открытие какое-то открывают жанр ужасов триллеров я не знаю фантастики с неопределенно найти с необычной стороны дань не ожидаешь что же там внутри будет за сюжет вот и тут автор пол джей трэмблей опять же я не знаю этого автора хотя это американский писатель работы жанре хоррора черного фэнтези научной фантастики 3 премии брэма стокера премия локус британской премии фэнтези это титулованная согласитесь не на конкретно это произведение титулованные или нет вот что нам тема тема актуалочка так сказать соединенные штаты охвачены опаснейшей эпидемии бешенства койота кошки лисы мелкие грузины нападает на жителей небольших городов и укус приводит немедленно заражение учительный секунд часы развивается лихорадка нарушение мозговой активности жертвы начинают нападать ну и таки чё там типа зомби вариативность на тему зомби везде паника заторы на дорогах его главная героиня рамола шерман молодой педиатр плала по течение своей жизни не задумался о будущем но вот тут внезапно серая мышь вот превратится во что-то другое и придется стать другим человеком совсем совсем другим почитаем надеюсь это будет интересно это будет постап какой-то что ли ну посмотрим по сюжету как будет лица кто читал кто знает кто игру с классика более знаком пишите смело в комментариях там отговаривайте или наоборот радуйтесь мне со мной что вот такую годноту я приобрел и такая классная книга вышла далее посмотрите какой прекрасный томик я обожаю когда выходит произведение в амнибусах и этот томик от дэвида гэммела это один из мастодонтов в фэнтези но этот роман как я понял небольшой такой эксперимент написано вот рыцарь нового мира против демонов ада это сборник тут трилогия и вот первый роман волк среди теней дальше последний хранитель и кровь камень то есть полная трилогия это постакалиптическая фэнтези вестерн с библейскими мотивами вот так вот от автора подарившие имя премии героического фэнтези да кстати вот вручают же премию имени гэммела это довольно престижно плюс еще я знаю у него и жена еще писала стала гэма помните в звездах нового фэнтези роман город но это был давным-давно выходила я наверно даже его прочитал до того как канал создавал ну а здесь вот как раз и он шину это взыскивающий юрисалима ищет мира но раз за разом вынужден пускать ход верные пистолеты я даже вижу тут титаник тут что-то писали который такой стоит он на внутрь в описании когда листал книгу он найти что-то про титани как было интересно сказано что здесь царят признаки прошлого заржавевший титаник покоится на базальтовых скалах ведутся сражения за магические камни силы идет охота на беглецов из атлантиды вот такое нам описание тут обещает думаю что-то интересное у какие-то определенные отсылки видением потому что стрелок самый мощный образ для меня это все-таки в темной башне у стивена кинга созданный образ посмотрим что здесь я честно скажу я мало вообще вестернов читала фэнтези вестерн это что-то такое экспериментальная пустоапокалипсис иногда мешанина жанров это на плюс идет книги и получается что-то необычное запоминающийся а иногда к сожалению что-то проходной и непонятно невнятное будем надеяться что здесь все будет хорошо опять же пишите смех в комментариях кто читал ну я знаю что есть многие кто это прочитал я же буду уже с я вам обещал что я не боюсь амнибусов не боюсь циклов и я смело буду браться погружаться вот такую книгу даже если на там месяц-два буду читать ее и будет меньше роликов выходить ну неважно главное получать удовольствие от чтения думаю вы такой постулат тоже разделяете двигаемся дальше и чтобы знаете в неспокойное время находить время на себя на умиротворяющие какие-то занятия на кто-то медитации кто-то спорт кто-то что-то еще один из способов которые например я глядя как вот мне например ребенок рисуют у жена рисует вероника я себе решил вот такую приобрести раскраску естественно ребенок как увидела у меня она отобрала ее и сказала это я буду рисовать вон она уже пожирателя носков раскрасила карандашами потом я смог это отбить и сказал нет я буду раскрашивать и более здесь довольно взрослые рисунки потому что это рисунки пола китбейс и вы помните я в таком оформлении покупаю в тари прачет коллекцию да я как раз таки покажу вам томик потому что тоже приобрел с его иллюстрациями но здесь вот как раз раскрашивать ну знаете это как-то не то что медитацию это успокаивает плюс еще такие интересные здесь рисунки нам не нравится такой момент иногда и вместе с ребенком сидим она раскрашивает и я там что-то подойду раскрашиваю обязательно вот такая такое времяприрождение мне нравится например буквально я думаю уже на этой неделе что-то обязательно какой-то из страниц цепану и раскрашу ну только раскрашивать тем более цена была найти очень очень приятная вот почему-то с большая большая скидка как-то не востребована что ли это раскраска была я не знаю что у нас беларуси скидки это очень прямо редкие явления что прям настоящие скидки были далее это уже издательство азбука если помните я вам рассказывал что я не читал первый том но мне нахваливали говорили что одна из ключевых книг там юности в детстве многие были как я мог про индейцев пропустить такую историю хотя фильм о перочитал там других авторов но вот я лизилоту вильскопф генрих не читал если в прошлый раз был первый томе то теперь вот я купил и второй ждем когда выйдет третий тома и второй том называется изгнанники или топ и хари это второй том трилогии и книга повествует о новых испытаниях выпавших на долю мата таупы вождя индийского племени охотников и харки который вслед за отцом покинул родное стойбище разделилась вождем гурькую участь изгнанников здесь еще внутри полный перевод набаткивай и и видиса и плюс еще прекрасно люциации парамонова так как первый домик я еще не прочитал вот то ничего не могу сказать что здесь как по втором будет продвигаться но я исправлю это потому что здесь довольно думаю легко будет читаться это все-таки приключения главное чтобы хорошо сейчас воспринял в таком возрасте я не получил что-то книгу надо будет считать подросткам и кайфовать двигаемся дальше следующий том это уже очередной том автора который для меня был открытием да это борис канафальский который шикарнейший путь инквизитора написал и вот в этом цикле выходит очередной томик называется он длань господня и судя по например вот этой рекламки остался только один роман осталось только башмаки на флагах и будет завершена шикарно не буду читать здесь даже аннотацию потому что я еще до сюда не дошел вы если помните я на хоккенхайском ведьме вот поэтому надо догонять но благо читается все в лед тут кстати не так уж и много страниц поэтому я думаю очень быстро все прочитается главное что погружаешься в эту средневековье в эти охоты за ведьмами в эти противостояния интриги это мрачно это цепляющее это такое знаете темное такое вот и мне мне такое нравится тепло тут еще инквизиция все такие дела спорные какие-то нюансы не всегда понятно что тут прям магическое будет что-то или все раскроется обычным путем ну короче крутизна я канафальского хвалил поэтому смело смотрите мои отзывы на канале можно по поиск написать и найдете отзывы на предыдущие романы как я и говорил то что я вот раскраску с иллюстрацией полом кирби и вот видите вот так в цвете он выглядит да здесь вот обложка в таком оформлении люблю еще я тоже это повторяю а мне бы сыпал что по два произведения и вот в этом произведении будут интересные времена от эре прочита и мелкие боги чтобы не путаться как что читать всегда есть отдельные такие как вы видите на страницах вот здесь расписано что является циклом условным то например праве суда вот эта вещь например интересные времена она относится к циклу о ринс и диконе и волшебники мелкие боги относятся к рома отдельному роману о плоском мире почему так объединили ну не всегда понятно может попадать и по всему такому выбирать как читать каждый решается можно читать про определенных персонажи на вот здесь как раз подсказка может читать по мере написания можно просто выбирать какую-то там тему какая вам интересно юмор перри прочее там мне очень нравится и заходит это входит в топ моих любимых авторов дальше еще я хочу показать вам такой комикс дело в том что сейчас проходил день бэтмена появились там комиксы про бэтмена продажи и вот такой классники томик довольно толстенький называется он злодей готомы юбилейный спецвыпуск это в формате он в мягком но здесь довольно много страниц несколько историй я обязательно вам расскажу потому что как раз таки мне чем привлекательна тема бэтмен да это как раз таки разнообразие противников что они измыслят какие у них там способности или какие у них истории да это всегда интересно и вот поэтому такой юбилейный толстенький ну гораздо тоньше обычно выходят эти выпуске одиночные здесь томик приличный я думаю тут будет что-то классное и интересно думаю даже про это можно будет снять смело отдельный выпуск и вот сюда затусовался комикс надо было положить его наверно с теми тонкими это уже формат тпб до привычный формат конан змеиная война называется этот комикс непривычно да потому что обычно мне все такие мелкие одиночные выпуске здесь же сразу несколько номеров с 1 по 4 как раз таки конан змеиная война в историю включает что рисунок крутой конан походу будет кому-то раздавать мощных оплюхи там и и все такое прочее и естественно должен победить иногда проблема в героическом фэнтези когда много-много про персонажа пишется казалось бы того да про бэтмена например когда знаешь что он побеждает или вот про конана он же выживет вот но всегда интересны нюансы как говорится не так важна цель как важно дорога до туда интересно вот это все что происходило почему герой таким становился через что он проходил вы такие сюжеты тоже классно и западает и вот как раз таки про конана я люблю просто читать хотим знаю что все обычно заканчивается хорошо и финальный томик это издательство азбука то есть точнее это издательство иностранка автор которого вот я скупил всего что вышло от иностранки и прочитал уже романов 67 до помнить даже сборник рассказов я говорю про арчибальта кронина и вот вышел новый томик здесь внутри испанские садовники древо иуды и эта история одна издается на русском языке впервые насколько я помню когда читал анонтацию там было так сказано впервые на русском до роман испанский садовник а древо иуда написано в прекрасной повествовательной манере классических произведений кронина и если испанские садовник это про когда отец не разрешает мальчику видеться с матерью запрещает его не пускает в школу общаться ни с кем не разрешает но мальчик все но ходит друга садовники и вот пытается там общаться но вот отец что-то начинает какой-то такие меры принимать чтобы дружбу это разорвать а вторая история древо иуда здесь нам рассказывает про то как шотландский врач главный герой дэвид море его считают баловнем судьбы живет в швейцарии и на много лет страдает бессонницей он воспоминает у него воспоминания о женщине которым когда-то любил но бросил и вот он себя разрушает ломает судьбы дорогих ему женщин приближает неминуемую трагедию будем смотреть что там за тема предательства грусть и одиночество будет раскрываться пишет он всегда сочно хорошо надо арчибальд кронин не зря его все собрал ну что вот такие получились книжные покупки я думаю вам понравится ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и хорошее настроение читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока